Друзья, всем привет! Компания Xiaomi неожиданно выкатывает новое обновление HyperOS 1.1. Да, как бы то многие надеялись, что будет HyperOS 2.0 сразу же, но пока что разработчики выкатили именно это обновление с Android 15. Удалось вытянуть из него стоковые приложения, поставить на HyperOS 1.0 и посмотреть как же они будут работать. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Вообще ситуация очень выглядит парадоксально. Относительно недавно я сделал видеоролик, где показал вам основные особенности прошивки 1.1, но там была китайская версия. И вот сегодня компания Xiaomi выкатывает информацию о том, что на смартфон Xiaomi 14 и на 13T Pro можно зарегистрироваться в бета-тест новой прошивки. И что вы думаете, на 13T уже обновление пришло, на глобальной прошивке, еще раз, я на этом акцентирую ваше внимание. А вот допустим на Xiaomi 14 какая интересная история, я нажимаю проверить обновление, но у меня как бы ничего нового нет. Если я делаю вот такой свайп, то у меня доступно обновление пишет. То есть скорее всего, либо завтра, либо послезавтра мне эта прошивка придет, протестирую и для вас делаю полноценный обзор. Но нас с вами конечно же сегодня больше интересуют стоковые обновления. И кстати, чуть не забыл, все приложения, которые вы увидите в этом видеоролике, вы конечно же сможете скачать в нашем телеграм-канале по ссылкам в описании под этим видео. Первое и самое крутое, лично по моему мнению, что вот завезли в новом обновлении, это конечно же версия рабочего стола. Почему именно она? У нас версия системной оболочки уже 5.39.30. И в целом я хочу отметить, что на глобальной прошивке реально стало лучше. Вот прям плавность добавилась. То, чего не хватало. Да, если вы возьмете допустим Redmi 10C, Redmi 13C, поставите на него эту системную оболочку новую, то там могут быть определенные лаги. Но в целом-то это и понятно, потому что новые обновления больше заточены под такие более актуальные свежие смартфоны. Как допустим вот Xiaomi 14. Да, вы можете взять сюда еще 13T, 13T Pro, можете взять сюда еще Xiaomi 12T, 13T Xiaomi и так далее. То есть самые такие свежие актуальные аппараты, за последнее время на них накатить эту системную оболочку и все будет очень отлично. Я хочу отметить, что анимации реально стали повеселее. То есть вы сейчас можете заметить, что все очень плавно отрисовывает. Нельзя заметить каких-то особых багов, нельзя отметить каких-то подвисаний. Но опять же, на каждом аппарате все это может быть индивидуально. Допустим на этом аппарате я могу отметить, что анимации открытия папок стали веселее. Будь то это обычная папка, будь это вообще самая здоровая папка, как вот в этом случае. То есть анимашки реально стали куда плавнее. Плюс мне нравится анимация открытия редактирования рабочего стола. То есть если раньше у нас с вами как-то все было куцами, понятно. Теперь мы можем с вами наблюдать, куда можно перенести иконку приложения, если нам с вами и этого мало открываем настройки. И тут кстати также небольшой есть редизайн в плане того, что у нас каждый такой подраздел будет отделен от других. Именно такими закруглениями. И вот в новой прошивке также во всей системе это все будет наблюдаться. Если же мы с вами перейдем в целом по настройкам рабочего стола, то сверх такого чего-то мы с вами не найдем. Потому что разработчики сразу сказали, что это будет оптимизация и фокусировка на различных анимациях и плавности перехода между приложениями и входа в них. Да, как бы на словах это все звучит прекрасно. И на практике это действительно так. Я еще хотел бы отметить, что тут у нас есть поиск приложений жестом вниз по рабочему столу. Напоминаю вам, что сетка рабочего стола у нас либо стандартная, либо расширенная. Многие писали о том, что им не нравилось то, что иконки на рабочем столе немножечко сплюснулись или же стали меньше. Но это особенность новой версии. В любом случае я от себя вам рекомендую поставить эту версию системной оболочки. Следующее стоковое приложение, которое разработчики обновляют это часы. Давненько его они не модернизировали, не видоизменяли. И вот наконец до него дошли у них руки. Сразу когда мы находимся в первом разделе будильник, вот допустим все будильники у нас выключены. Сюда нажимаем и через там вот 5 дней и сколько-то там у нас он заиграет. Это также немножечко он видоизменен. Далее открываем мировые часы. Если раньше у нас просто были там цифровые часы и просто циферки были, теперь у нас тут доступен циферблат. И также тут все у нас перерисовали. Единственный момент написано local time, но я думаю, что в будущем этот момент исправен. Если запускаем секундомер, также мы наблюдаем, что цифры стали куда более толще, жирнее. Вот и если откроем еще таймер, нажмем вот так, мы тоже получаем немножечко перерисованный интерфейс. В любом случае разработчики постарались реанимировать это приложение. И я считаю, что у них это в целом получилось. Мы с вами двигаем дальше. Разработчики, конечно же, обновляют в приложении безопасность. Я лично думал, что здесь добавят там кучу всего. Там Xiaomi 14 заиграет новыми красками, батарею прокачают, добавят кучу еще разделов в раздел питания. Но, увы и ах, этого, к сожалению, не произошло. Хотя при этом всем безопасность сейчас я вам продемонстрирую с 10 версии. То есть 10.1.1 от 24 сентября. То есть можно предположить, что разработчики только вчера закончили подготовку данной прошивки к тестовой рассылке. И как бы так хотелось тут увидеть кучу всего интересного. Но, к сожалению, как вы сейчас можете заметить, я быстренько пробегая по разделам, ничего сверх такого мы с вами тут наблюдать не можем. Опять же, у компании Xiaomi есть такой прикол, что в зависимости от смартфона все это дело может как бы отличаться. Допустим, на Xiaomi 14 это так. Если вы накатите там на Poco F6, на Poco F6 Pro, на 13T Pro, то у них там, возможно, появятся еще какие-то разделы дополнительные. Ну или же вообще там в целом все будет иначе. И не забыли разработчики обновить приложение Галерея. Они, получается, что делают? Они у нас переносят в раздел, где три точки, пункт под названием «Удаленные объекты». И там мы с вами можем удалять те фотографии, которые у нас, в принципе, складируются. И которые мы, в принципе, никогда не удаляем или же думаем, что там они самостоятельно как-то очистятся. Но я вам рекомендую данный раздел периодически просматривать и его очищать. Но, опять же, хоть там у нас меняют циферки, там галерея стала 3.8.0.2, но, опять же, сверх чего-то такого, чего не было в предыдущих версиях, я лично не заметил. Опять же, в зависимости от аппарата. Вот, допустим, на этом есть AI-портрет, там дальше есть всякие дополнительные фишки, умные там вырезки, расширения фона и т.д. и т.п. Но по стоковым возможностям галереи это, в принципе-то, и всё. По настройкам тоже ничего сверхнового я тут не наблюдаю. Ну и в целом, если подвести такой некий итог, компания Xiaomi выпускает обновления HyperOS 1.1. Да, хотелось бы увидеть чего-то больше, чем есть, и лишь отделавшись изменением интерфейса и оптимизацией, и ускорением там внутренних систем и механизмов прошивки, ну, тоже, как бы, это не совсем то, чего мы с вами ждали целый год. Я всё же верю где-то там, что разработчики представят что-то новое где-нибудь там в октябре, когда они Xiaomi 15-е будут показывать, потому что, ну, по логике и в теории, они должны всё-таки что-то нам продемонстрировать. И эта прошивка, которая 1.1, это будет чем-то таким, ну, переходным или же промежуточным, или же вообще она будет в стадии бета. На этой версии протестируют все те решения, которые они хотят нам привнести, и дальше уже это публикуют в стабильной прошивке. Но в любом случае, поживём и увидим. Ну, а если я забыл что-то упомянуть, или остались какие-то вопросы, смело пишите их в комментариях, там мы с вами и пообщаемся. Ну, а на этом у меня на сегодня всё. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok